Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артем. И сегодня посмотрим на новую сборку операционной системы Windows 10 Technical Preview Build 10.041. Посмотрим, что появилось нового и интересного в системе. Во-первых, перерисовали иконки, например, иконка корзины и иконки, точнее, жестких дисков. Как-то выглядит, конечно, не лаконично, что-то в стиле, не знаю, Windows 95. Тем не менее, я думаю, что в следующих сборках все это поправят. Почему-то Microsoft решили заняться опять перерисовкой иконок. Ну, в принципе, это простительно. Система еще находится на стадии, когда она еще очень далека от завершения. Поэтому вот таким вот образом. Давайте зайдем в меню пуск. Меню пуск теперь стало прозрачным. К сожалению, никак нельзя регулировать уровень этой прозрачности. Но, возможно, в будущем что-то такое подобное добавит. Если мы развернем, то прозрачность более теперь заметна. Вот так все это выглядит. Также наблюдается некоторый баг. Вот это поле поисковое. Оно очень часто набегает на меню и не очень это все выглядит. Но это все поправит. Об этой ошибке, об этом баге в Microsoft знают. Кстати, если уж мы коснулись поискового поля, то Cortana также получила улучшение для некоторых стран. Но, к сожалению, не для России. По-прежнему нам нужно менять регион, чтобы пользоваться Cortana. Но я думаю, что в финальной версии все это допилится и поддержка русского языка будет нативно уже встроена в Cortana. В принципе, к этому все и идет. Инфраструктура Windows компьютеров очень огромная. И поэтому логично, что русский язык будет поддерживаться. В том числе и, я думаю, нативно все это будет, соответственно, поддерживаться в смартфонах на базе операционной системы Windows. Потому что система-то теперь будет одна у нас. Итак, с этим мы разобрались. Также появилось новое всплывающее меню настроек Wi-Fi. Но у меня машина стационарная. Wi-Fi здесь у меня нет такого. Таких опций, как говорится. А вот в ноутбуках у вас будет такая возможность. Правда, панелька там еще по дизайну не очень. Но, тем не менее, обещается ее допилить и доработать. Посмотрим, что появилось еще. Новый режим Task View. То есть, Task View у нас позволяет создавать рабочие столы. Давайте я что-нибудь открою. Так, там появилась возможность перемещать приложение теперь на другие рабочие столы. Давайте я что-нибудь сейчас открою, чтобы нам было все это видно. Сейчас запустится нужный софт. Вот, например, я открываю. Нажимаю на эту кнопку. Во-первых, эта кнопка позволяет перемещаться в то или иное приложение. Также доступны горячие клавиши. То есть, Alt-Tab. Ну, в принципе, это было и в прошлых сборках. И мы можем по кнопочке плюс создавать новый рабочий стол и перемещать туда приложение. Например, я тяну вот так, перемещаю на второй рабочий стол. И у меня теперь приложение открыто здесь. Если я хочу открыть приложение, которое открыто на первом рабочем столе, никаких проблем. Вот, например, проводник. Я кликаю сюда. И система перебрасывает меня на первый рабочий стол автоматически. Теперь вот таким способом и таким видом мы можем перемещать окошки, создавать рабочие столы. Так выглядит Task View. Также Microsoft очень много вносит изменений в софт, который встроен по умолчанию в систему. В частности, например, в приложение Photos были внесены очень много изменений. Как вы уже знаете и поняли из названия Photos для просмотра фотографий. То бишь, что изменилось. Появился новый интересный режим, который позволяет просматривать RAW фотографии. То есть фотографии с ваших цифровых камер. Не нужно их как-то проявлять, так скажем, цифровым способом. Но если вы фотограф, вы понимаете, о чем я говорю. Все можно просмотреть теперь в Photos. И никаких проблем с этим нет. Также сюда же теперь подгружаются миниатюры с фотографии, которые хранятся в Google OneDrive. То есть все больше и больше теперь облако сшивается с нашим локальным хранилищем. И мы даже теперь практически не замечаем то, что мы редактируем какие-то файлы, которые находятся не на нашем компьютере, а в облаке. Вот такие изменения. Photos это только один из примеров. Я думаю, еще очень много-много в приложении будет допиливаться компанией Microsoft. Что еще? Также добавили и улучшили, вернее улучшили ввод именно с помощью стилуса. В частности, например, рукописный ввод. Но это больше актуально, конечно же, для ноутбуков каких-то с тач-интерфейсом, либо, конечно, для планшетов. Также немножко изменился экран блокировки. Там появились новые иконки, они стали круглыми. Но, в принципе, это не такая уж и большая новость. Изменились приложения Feedback и Insider Hub. Теперь мы можем посмотреть, какие запросы мы отправляли в Microsoft. Лично, как мы повлияли на улучшение системы и так далее. Давайте посмотрим. Feedback, Windows Feedback. Открывается. Здесь как раз мы можем посмотреть, оставить свой отзыв по той или иной части системы, посмотреть недавние оставленные отзывы, популярные отзывы и посмотреть, что предлагают вообще пользователи, как улучшать систему. В общем, очень полезная штука. Впервые вы, как пользователь, можете влиять на то, что будет в системе реализовано и как какие-то фишки будут в системе допилены. Давайте посмотрим на приложение Insider Hub. По-русски, центр предварительной оценки. Здесь мы можем посмотреть, какие изменения вообще вносились в операционную систему Windows 10. Посмотреть, что и как. Вот, например, новый интерфейс и дизайн центра обновлений. Все мы можем это посмотреть, полистать, если мы вдруг еще не в курсе. Вот такое есть приложение. Но оно, в принципе, было и в прошлых версиях, но теперь оно более допилено. Еще раз покажу вам новый центр уведомлений. Ну, он был и в прошлых сборках. Режим планшета, экран. Здесь мы можем настраивать. Сразу же нас перемещают в параметры системы, где мы можем настраивать те или иные возможности. Как и стало ранее ясно, постепенно панель управления отомрет и просто будут отдельные настройки, так называемые Settings, либо настройки по-русски, ну, либо параметры, как вот здесь значатся. Также магазин. До сих пор он еще значится как бета-версия. Ну, я думаю, что скоро из бета-версии он выйдет. Вот, например, сейчас у меня вообще оно не работает. Работает оно кривовато. Тем не менее, скоро нас ждет новый единый магазин. Вот такие изменения в операционной системе. Windows 10, Build 10, 0.41. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Все сборки, которые новые будут выходить, будет на них обзор. Поэтому оставайтесь на канале, не пропускайте новые ролики и пока-пока!